Не только блестки и шпильки. Что скрывает Кристина Агиллера? Культура не только блестки и шпильки. Что скрывает Кристина Агиллера 8 часов. Кристина Агиллера на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года. Москва, 23 июля. Новости. Анна Нюхаева. В Москву приезжает одна из самых успешных певиц своего поколения. Обладательница шести премий Грэмми и эффектного поп-сопрано Кристина Агиллера. Первый и единственный концерт в Москве станет финальной точкой европейского тура в поддержку нового альбома. Liberation. О том, чем интересна эта артистка и почему ее шоу нужно смотреть, в материале РИА Новости. Кристина Вундеркинта Агиллер начала карьеру в 8 лет, когда выступила на конкурсе юных талантов. Star Search. Для дебюта она выбрала песню Уитни Хьюстан. The Greatest Love of All. Через пару лет певица исполнила гимн США на спортивных играх в Питтсбурге, а в 1992 году стала участницей популярного телешоу-клуб Микки Мауса. AFP. 2019. Disney Viagetti Images. Агиллер опозирует с Микки Маусом в студии. Disney MGM. 3 мая 2007. AFP. 2019. Disney Viagetti Images. Диана Залоки. Кристина Агиллер опозирует с Микки Маусом в студии. Disney MGM. 3 мая 2007. Там она играла вместе с Бритни Спирс, Джастином Темберликом, Джессикой Симпсон, Райаном Гаслингом. Волна успеха и Кристина в восьмом классе бросает школу, оканчивает экстерном. Успешная и изменчивая. AP Photo. Reed Saxon. Всего Агиллера получила шесть Грэмми. На церемонии вручения премии в 2004 году. Один из двух всего Агиллера получила шесть Грэмми. На церемонии вручения премии в 2004 году. AP Photo. Reed Saxon. AFP. 2019. Stan Honda. Певицы вручили премию. MTV Video Music Awards. В 2001 году. Два из двух певицы вручили премию. MTV Video Music Awards. Агиллера одна из самых коммерчески успешных исполнительниц современности. В мире продано более 75 миллионов экземпляров ее альбомов. Кроме того, в активе певицы шесть Грэмми, а также Billboard Touring Award, MTV Awards, People's Choice Awards и многие другие награды. Кристина не боится перемен пробует себя в разных музыкальных стилях. От джаза до саула, от блюза до хип-хопа. На шпильках по жизни. AP Photo. Антонио Калани. Кристина Агиллера на показе в Милане в 2004 году. Один из трех Кристина Агиллера на показе в Милане в 2004 году. AP Photo. Антонио Калани. AFP. 2019. Getty Images slash Evan Agostini. Певица на церемонии вручения премии. MTV Video Music Awards. В 2007 году. Два из трех певица на церемонии вручения премии. MTV Video Music Awards. В 2007 году. AFP. 2019. Getty Images slash Evan Agostini. AP Photo. Invision slash Matt Sales. Кристина Агиллера на церемонии вручения премии. American Music Awards. В 2013 году. Три из трех Кристина Агиллера на церемонии вручения премии. American Music Awards. В 2013 году. AP Photo. Invision slash Matt Sales. Один из трех Кристина Агиллера на показе в Милане в 2004 году. AP Photo. Антонио Калани. Два из трех певица на церемонии вручения премии. MTV Video Music Awards. В 2007 году. AFP. 2019. Getty Images slash Evan Agostini. Три из трех Кристина Агиллера на церемонии вручения премии. American Music Awards. В 2013 году. AP Photo. Invision slash Matt Sales. У Агиллера характерный и узнаваемый концертный стиль яркие костюмы и макияж, стразы и блестки, а еще высокие шпильки, от которых певица не отказывается и вне сцены. А все потому, что рост миниатюрной Кристины около 160 сантиметров. Профессиональная провокаторша. AP Photo. Matt Sales. Певица Кристина Агиллера выступает на церемонии. American Music Awards. В 2010 году. Один из трех певица Кристина Агиллера выступает на церемонии. American Music Awards. В 2010 году. AP Photo. Matt Sales. AP Photo. Тина Файнберг. Певица на церемонии. MTV Video Music Awards. В Нью-Йорке в 2002 году. Агиллера на премьере четвертого сезона «Голоса» в Лос-Анджелесе в 2013 году. Три из трех Агиллера на премьере четвертого сезона «Голоса» в Лос-Анджелесе в 2013 году. AP Photo. В Нью-Йорке в 2002 году. Агиллера выступает на церемонии. American Music Awards. В 2010 году. AP Photo. Matt Sales. Два из трех певица на церемонии. MTV Video Music Awards. В Нью-Йорке в 2002 году. AP Photo. Тина Файнберг. Три из трех Агиллера на премьере четвертого сезона «Голоса» в Лос-Анджелесе в 2013 году. AP Photo. InVision slash Richard Shutwell. Блонд. Красная помада и яркий. На грани скандала, имидж Агиллера меняла образ от романтичной исполнительницы лиричных баллад до раскованной женщины вамп. Трансформации подвергались прическе, цвет волос, макияж. Одно время она вдохновлялась секс-символами эпохи Золотого века Голливуда Джуди Гарленд, Ритте Хейворд. А недавно совершила почти революцию. Одно из первых появилось на обложке глянцевого журнала «Почти без макияжа». Помимо этого, певица-большая поклонница пирсинга, 11 проколов на теле, и татуировок, не менее пяти. Клипы в тренде. Один из трех кадр из клипа Кристины Агиллеры. The Voice Within The Vo Из клипа Кристины Агиллеры The Voice Within Два из трех кадр из клипа Кристины Агиллеры The Voice Within The Vo David Larchapel Studio Из клипа Хазиера Take Me to Church С Сергеем Полуниным Три из трех кадр из клипа Хазиера Take Me to Church С Сергеем Полуниным David Larchapel Studio Один из трех кадр из клипа Кристины Агиллеры The Voice Within The Vo 2 из 3 кадр из клипа Кристины Агиллеры The Voice Within 3 из 3 кадр из клипа Хазиера Take Me to Church с Сергеем Полуниным Дэвид Ларчапелл Студио Агиллер тщательно работает над видео к своим песням. Одна из заметных работ клип на балладу The Voice Within Дэвида Лашапеля. Это первый и единственный черно-белый клип артистки. Снят без монтажа, одним дублем. Лашапель снимал видео для Бритни Спирс, Аврил Лавин, Элтона Джона, Дженнифер Лопес и многих других. С ним работал еще один любитель татуировок-танцовщик Сергей Полунин. Видя на песню группы Who'd You Take Me to Church собрала более 27 миллионов просмотров. Будь проще. Кристина Агиллера известна еще и тем, что не стесняется ходить в народ. Так, несколько лет назад она запросто спустилась в Нью-Йоркское метро и спела несколько песен. Поначалу маскировалась на дело шляпу с длинными полями, свободного кроя тренч. Но фанаты певицы быстро ее раскусили, и финальную песню она, к радости поклонников, исполнила, не скрываясь. Агиллера часто и много сотрудничает с благотворительными организациями. По некоторым посчетам, с ее помощью собрано порядка 120 миллионов долларов на благотворительность. Вчера, час три, Спайс Кэллс, решили выступать, пока дети будут на каникулах.